Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Я держу в руках пакет, а это значит то, что у нас сегодня моя любимая рубрика пустые баночки. Я очень люблю эту рубрику за то, что она очень информативная. У меня здесь накопился вот такой вот пакет пустых банок. Здесь, конечно же, по большей части уходовая косметика, но также о декоративке мы тоже с вами поговорим. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Начать я предлагаю, конечно же, с декоративной косметики, потому что ее было меньше всего. И первое, что я выкидываю, это карандаш от бренда Mark Jacobs. Этот карандаш мне попался в Sephora Box. Это миниатюра. И я его выбрасываю не потому, что он закончился, а потому, что он ужасен. Он ужасен настолько, что я не уверена, что буду покупать карандаши от Mark Jacobs вообще когда-либо. Есть подозрение то, что так как это был карандаш из Sephora Box, возможно, туда положили неудачный образец или, быть может, просроченный карандаш с неудачной формулой. Иными словами, мне не важно, почему так вышло, но я купила этот бокс и не очень мне хотелось, конечно, получить там какашку. Но, как мы знаем, наши российские боксы кладут все, что не по пути. Почему этот карандаш ужасен? Он не рисует на слизистой и не держится вообще. Ты рисуешь черную линию по слизистой, она не появляется. Вообще не появляется, понимаете? Но даже если каким-то шиманским способом вам удалось нанести этот карандаш на слизистую, как только вы закройте глаза, буквально на минутку отвлечетесь, и карандаша у вас на слизистой больше нет. А второе средство, которое я выкидываю, это тушь от Stellar, вот в таком футляре. Она тоже не закончилась и тоже ее выкидываю, потому что она ужасна. Она дает неплохой эффект на ресницах, ресницы прочесанные, разделенные. Получается повседневный симпатичный эффект для обычных макияжей, но она жутко сыпется. И когда я только наношу этот тушь, осыпашки появляются внизу под глазами и образуются синяки. И помимо этого еще она осыпается в глаза, и глаза чувствуют себя очень некомфортно, заплаканно. Такое ощущение, что вам в глаза что-то попало, и достать это практически невозможно. А если вы уже ушли на работу, то представьте себе ваш вид внешний. У вас синяки под глазами, с осыпавшейся тушью, у вас заплаканные красные глаза. Вы их постоянно пытаетесь почесать, и вы постоянно ходите с таким прищуренным видом, как будто с вами что-то не так. Иными словами, этот тушь делает с вами такие чудеса, что, честно говоря, выходить из дома не хочется. Поэтому со спокойной душой я выкидываю эту тушь, и вам никогда не рекомендую ее покупать. Также выкидываю три геля для бровей. Все они, к счастью, закончились. Первый гель это Maybelline Brow Drama. В принципе, неплохой гель, но второй раз я его не куплю. У него был оттеночек, здесь вот такая щеточка, но, к сожалению, он плохо фиксировал лично мои брови. Быть может, если брови у вас послушные, то он будет фиксировать лучше, но конкретно для меня это не самый лучший вариант. Но я им дополнилась, потому что в целом и общий эффект был неплохой. Следующий гель для бровей, который я выбрасываю, это гель от Chic. Данный гель мне попался в коробочке марка Кауфмана. Эти гели вообще хвалят, потому что есть в составе дуофибра, есть достаточно яркий цвет, и подобным гелем можно сделать себе достаточно неплохие брови. Но лично у меня почему-то была сухая формула этого геля. Он плохо рисовал по бровям, и более того, здесь из-за того, что щеточка очень жесткая и формула самого геля очень сухая, каждый раз, когда я дотрагивалась этим гелем до своих бровей, у меня было такое ощущение, как будто бы я наждачкой царапаю свои брови. Конечно, кто-то скажет то, что трогать кожу не обязательно, но у меня брови с проплешинками, и поэтому мне, в общем-то, необходимо прокрашивать и кожу тоже. С подобным гелем такого не вышло, и, возможно, опять-таки, это плохой образец, который положили в бьюти-боксы, в бьюти-боксы кладезь всякого говна, я извиняюсь, но обидно все-таки, что за свои деньги ты получаешь продукт недостойного качества. И последнее, что я выбрасываю, это Vivienne Sabo Fixator. Этот гель для бровей я обожаю, это фаворит, наверное, моих уже последних лет трех или четырех. Этот гель великолепно фиксирует брови, просто намертво. Есть версия с оттенком, есть версия без оттенка, на самом деле обе версии без оттенка, почему-то оттеночный гель на мне не дает никакого оттенка, но в любом случае я люблю эти гели за их великолепную фиксацию. Так что очень советую этот гель, он стоит недорого, но при этом работу свою делает на ура. Дальше давайте обсудим средства для лица и потом уже самым последним блоком перейдем к средствам для волос. Для лица у меня закончилось очень много всего, так что я постараюсь говорить побыстрее. Закончилась мицеллярная вода от бренда Neogen Scalendal. Я показывала эту мицеллярную воду в своем уходе, мне она очень понравилась, у меня от нее не было воспалений, что очень хорошо, потому что моя кожа реагирует прыщами на абсолютно все, что только угодно, ветер подует и я уже покрываюсь прыщами, чего уж говорить о мицеллярной воде. Но эта мицеллярная вода не вызывала покраснения, не вызывала прыщей, она хорошо все снимала, единственное, только на глазах она лично для меня была жестковата. Но во всем остальном к ней придраться нельзя и вполне вероятно, что я куплю вторую такую мицеллярную воду. Еще две мицеллярные воды закончились. Первая это ифраше, вот такая гидровиджиталь, ее я точно второй раз не куплю, она мне не понравилась так же, как и тоник в итоге мне не понравился. Я помню, когда-то я использовала тоник и он мне зашел, но спустя полтора-два года, когда я купила его еще раз, я поняла, что все-таки нет, 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 я была молода и глупа, так что я изменила свое мнение об этой линейке и ее я не советую. Просто-напросто не слишком хорошо смывает макияж данная мицеллярная вода, она жидковата, у нее яркая одушка, что плохо, потому что одушки вызывают раздражение, так что нет. И вторая мицеллярная вода, это мицеллярная вода от Берре с версией Акна Кейр. Мне не понравилась эта мицеллярная вода, потому что она была очень жесткой, и постоянно было ощущение, как будто бы я что-то некомфортное, очень жесткое, очень сухое наношу на кожу, и макияж она смывала, ну, так себе. Также закончилось у меня несколько умывалок, первая из них это вот такая от NeoGen с клюквой, очень-очень мне понравилась эта умывалка, я ее обожаю, я ее определенно куплю еще раз. Брала я, кстати, на сайте StyleKarean вот эту умывалку, и также мицеллярную воду тоже брала на сайте StyleKarean. Хороша эта умывалка тем, что она образует мягкую нежную пену, она не высушивает кожу, она не раздражает кожу, и после нее, опять-таки, у меня не было воспалений, что очень хорошо. Возможно, в следующий раз я возьму не версию с клюквой, а, например, с черникой, или с зеленым чаем, или с пшеницей, потому что я люблю пробовать что-то новое, и даже если мне что-то понравилось, меня все равно тянет куда-то вдаль, все равно хочу попробовать что-то другое. Но эту пенку я вам очень советую, она не очень дорого стоит, она определенно не бюджетная, но потянуть можно, при этом действительно дает хороший эффект, и хватило мне ее надолго. Еще одна умывалка, которая закончилась, это вот такой вот бренд Oskia. Мне попадалась эта умывалка, по-моему, в Культ Бьюти Гудибэк. Честно говоря, я не пришла в восторг от этой умывалки. Она, скорее всего, понравится тем, у кого кожа гиперчувствительная и реактивная, потому что эта умывалка умывает вас так, как будто бы вы не умылись вообще. Да, не возникает покраснения, но при этом все-таки хочется, чтобы ощущение очищенности было. Очень хороший вариант, опять-таки, для тех, у кого гиперактивная и чувствительная кожа, потому что эта умывалка точно не будет ее раздражать. И в целом эта умывалка также подойдет для тех, у кого есть серьезные проблемы с нарушением кожного барьера, но у меня таких проблем особенно нет, и у меня постоянно было ощущение не до очищенности кожи вместе с этой умывалкой, поэтому ее как раз-таки я повторять не буду. Выбрасываю дальше много-много сывороток. Первая из них это вот такая миниатюрка от Estee Lauder Advanced Night Repair. Очень хорошая сыворотка, она безумно дорогая. Я не знаю, буду ли покупать полноразмерную версию, потому что она очень-очень дорого, но ее эффект мне действительно понравился. Она чуть-чуть увлажняет, чуть-чуть питает, но при этом она великолепно регенерирует кожу. Лично для меня, для человека с проблемной кожей, это безумно важно, потому что ты ложишься с проблемной кожей, а просыпаешься ты с более ровным тоном, с более залеченными воспалениями, с меньшим количеством постакне. В общем, хорошая вещь для тех, у кого действительно есть какие-то проблемы на коже. Выкидываю также вот такую сыворотку от бренда Hello Beauty. Это утренняя сыворотка. Я пользовалась этой сывороткой два раза. Первый раз я ее использовала в Таиланде. Примерно 10 дней я ее наносила. Она немного увлажняла, но больше ничего особенного не делала. И второй раз я ее взяла с собой в Сочи, и там как раз-таки я ей пользоваться не смогла, потому что мне показалось то, что у нее изменился запах, и я просто-напросто побоялась ее на себя использовать. К слову, прошло полгода. Так что, если вы собираете взять такую сыворотку, то учтите, что если за ближайшие полгода вы ее не используете, а просто отставите в сторонку, то она у вас испортится. А также выкидываю сыворотку от бренда Елизавета, вот такую. Здесь уже осталось совсем чуть-чуть, но, честно говоря, я уже не могу больше ею пользоваться. Она мне порядком надоела. Она мне не увлажняла кожу, не питала, ничего особенного она с моей кожей не делала. И я вообще не поняла восторгов насчет этой сыворотки. Очень часто ее рекомендуют в качестве топового средства из категории корейская косметика, но на мне это не сработало от слова совсем. И больше того, вам скажу, косметологи говорят, что данная сыворотка на девушках славянской внешности не работает, потому что она предназначена для девушек с азиатской кожей. У азиатов кожа более плотная, а у нас, у славянских девушек, кожа более тоненькая. И за счет этого она на нас работает не так, как нужно, и может даже кожу подпортить. И выкидываю две сыворотки от Mixit. На самом деле я их любила, но они уже давно у меня стоят, и так как срок годности прошел, пора уже от них избавиться. Первая это вот такая сыворотка All in One Essence. Это довольно-таки маслянистая сыворотка, ее нужно капать совсем чуть-чуть. Больше всего мне данная сыворотка нравилась, когда я ходила без макияжа, потому что она придавала коже небольшого сияния. И, кстати, при небольшом использовании она не забивала кожу, что тоже очень хорошо. Дальше. Дальше я выкидываю один тоник. Это вот такой вот тоник от бренда Lancaster. Он тоже мне попался в Sephora Box. Честно говоря, он мне не понравился. Он кожу подсушивал, и, в общем-то, все. Он просто подсушивал, он имел не очень приятный запах, и поэтому его покупать я точно не буду. Дальше я избавляюсь от вот такого крема бренда IP. Крем с Мадекасасином. Крем был неплохой, только сытся да глухой. Нет, на самом деле все с ним было нормально. Он мне порядком надоел. Он не сильно устранял проблемы с моей кожей. Он немного кожу увлажнял. Но помимо... Куда я заваливаюсь? Ну, помимо этого, он никакие проблемы не решал. Он не делал ничего сверх особенного. И больше того, у меня было ощущение, что он ложится немного пленочкой и закупоривает поры. Таким образом, вполне возможно, что крем, который предназначен для борьбы с воспалениями, вызывал воспаление. Я также выкидываю вот такой вот скраб с абрикосовой косточкой от бренда Чистая линия. Эти скрабы достаточно популярны. Но абрикосовая косточка здесь очень большая. Она сильно царапает кожу. Она образует микротравмы кожи. И поэтому данное средство я никому не советую. Я сама этот скраб не использовала уже несколько лет, наверное. Но этот скраб стоял у мамы в косметичке. Я там порылась, увидела его. Пришла в ужас. Потом посмотрела на срок годности. И решила, что надо его выбрасывать. К слову, срок годности там 6 месяцев после вскрытия упаковки. Так что, если у вас есть такой скраб, и если он стоит больше 6 месяцев, 100% бегите сейчас же и выбрасывайте его срочно. И также в мусор отправляется маска от бренда вкусов. Вот такая вот маска шаг 2 с альфа-липоевой кислотой. Мне сказали в комментариях то, что у данной маски накопительный эффект. Честно говоря, я ей попользовалась раза 3-4, может 5 максимум. И у меня не было никакого эффекта. Я очень не люблю намазывать на себя то, что не работает. И ждать, что быть может, когда-нибудь через месяцок-два оно сработает. Я подобные средства не люблю. Маме тоже данная маска не зашла. И поэтому я не вижу смысла, честно говоря, ее хранить дальше. И лучше уж я ее выпрошу, нежели чем она будет занимать место на полке. И создавать ощущение, как будто бы ухода работающего много. А на самом деле, как раз таки работающего ухода мало. А также выбрасываю вот такой вот пилинг от бренда Тиана. Огненный топаз. Мы здесь допользовали с мамой больше, чем половину этого пилинга. И не то, чтобы он как-то зашел нам. Он не сделал ничего особенного. И, честно говоря, сколько раз я не пыталась подружиться с этим пилингом. Максимум, что он делал, это немного смягчал кожу. Больше никакого эффекта я от этого пилинга не видела. И, соответственно, покупать его вам не советую. Если хочется взять какой-нибудь пилинг, лучше возьмите пилинг от бренда Organic Zone. С ячейной кислотами. Это великолепный пилинг. Он стоит примерно 500 рублей. Но при этом он отлично работает. Он не испортит вам кожу. Он легкий, но работающий. И, в общем, Organic Zone явно лучше, чем вот это. И теперь мы переходим, наконец-то, к средствам для тела и для волос. Первое, что я выбрасываю, это вот такое масло ши. Я его покупала для мамы, когда у нее была сухость на локтях. Но ей как-то не понравилось. Она не стала этим пользоваться. Здесь очень жесткая консистенция. Нужно постоянно это масло отковыривать. Поэтому ей это было неудобно. Мне это масло, в общем-то, никак не пригодилось. Я пыталась его использовать на волосы. Делала там такие боди. Стояла, как видимо, мешала, мешала. Там смешивала витамины, масла. Но в таком виде мне тоже это масло не понравилось. И так что нет смысла его больше хранить. Дальше выбрасывают два геля. Первый это Ифраше. Вот такой вот гель. Достаточно неплохой, должна вам сказать. Это Органа и Роза. Маме данный гель понравился. Он с таким немного восточным, пряным ароматом. Аромат приятный. Гель ничего особенного. Вообще, линейки Ифраше с гелями славятся в основном своими запахами, нежели чем какими-то особенными увлажняющими питательными свойствами. Единственное, что мне действительно очень нравится у Ифраше, это формат масла для душа. В особенности с ежевикой и лаванной. Вот это средство потрясающее. Берите, не думайте, я уверена, вам понравится, потому что я сама в восторге. И второй гель, который закончился, это гель от бренда Organic Zone с Organic Hairball, Brigamot и Bazelic. На самом деле, данный гель, на мой взгляд, дороговато для такого объема. Когда я на него смотрела на сайте, я думала, что объем будет больше. Можно было, конечно же, заранее прочитать какой-то там объем, но зачем? Действительно. Иными словами, для такого объема цена высоковата, но можно записать в плюсы то, что здесь неплохой состав. Сам гель мне скорее не понравился, нежели чем понравился, потому что у него был горьковатый запах. Я люблю бергамот, базилик, я люблю тоже запах трав, но конкретно здесь был запах горький, и мне кажется, что все-таки кожу мне данный гель подсушил. Переходим, наконец-то, к волосам. Выбрасываю вот такой вот сухой кондиционер от бренда Batiste. Все мы знаем, что такое сухой шампунь, но вот сухой кондиционер звучит как-то сомнительно. Я лично всегда использую на волосы при мытье либо маску, либо бальзам, либо кондиционер. Обычно все же я использую маску, поэтому в подобных вещах у меня, во-первых, нет необходимости. Во-вторых, я не заметила все равно вот этой вещи никакого действия. Должно это действовать именно как кондиционер для волос. Я его много раз брызгала на волосы, но вообще-вообще никакого эффекта не было. Никакой разницы до и после. Не было разницы как визуальной, так и на ощупь. Закончилась серия для волос от бренда Ifrashia Reparation, которая должна восстанавливать волосы. Волосы были мягкими, симпатичными, не было повышенной выработки себума. В общем-то, простая, неплохая линейка. Не могу сказать, что я как-то ею сильно вдохновилась, но и не могу сказать, что я и разочаровалась. Просто неплохая рабочая лошадка. Также закончился у меня вот такой интенсивно питающий бальзам-ополаскиватель от бренда Garnier. Он на самом деле закончился еще больше года назад. Но здесь было буквально на одно применение еще средства, и поэтому я его не использовала. Я его отложила для молодого человека, который один раз нанес это дело на бороду. И потом такой, какая мягкая борода, как классно, оставь мне этот бальзам. Я ему его поставила, и больше он им не пользовался. Так что спустя год я решила, что фиг с ним, допользую этот бальзам сама. Ничего особенного на моих волосах не сделала, и с радостью отправляю его в мусор. И также закончились у меня еще три шампуня. Один вот такой вот шампунь покупала мама еще в Голландии. Простой, неплохой шампунь, ничего особенного он не сделал. Я обычно люблю шампуни иностранные, потому что там другие составы, там другие стандарты для шампуни, и обычно они работают хорошо. Но этот был просто шампунь как шампунь. И также закончились еще два шампуня от бренда Garnier. Эти шампуни тоже покупались в Голландии. Первый это вот такой вот с медом, и второй с кокосовым молоком и макадамией. Оба шампуня достаточно хорошие, я, конечно же, больше всего люблю вот эту версию. Я ее покупала в Германии, мне очень понравилось. Я пыталась найти такой в Италии, не нашла, но вот мама мне привезла такой из Голландии. На самом деле голландская версия отличается от немецкой. Не знаю, что там немцы напихали, но тот шампунь был просто невероятен. Этот шампунь тоже был лучше, чем среднестатистический шампунь, но невеликолепный. Не дотягивал точно он до немецкого. Лично мне эта серия нравится. Я нашла такой же шампунь из этой же серии у нас в России, тоже от Garnier. Лично мне российский шампунь тоже нравится, но он все же стандартный по качеству. Не всем нравится этот шампунь. Я знаю, видела недавно у девочки, она рассказывала то, что лично для нее этот шампунь был слишком мягкий, потому что у нее волосы более жесткие. Но лично у меня волосы не обесцвеченные, они просто крашеные, они достаточно живые и мягкие. И на моих волосах этот шампунь достаточно неплохо работает. Возможно, если у вас волосы обесцвеченные, то вам данная серия не подойдет и будет слишком мягкой и простой. Но если у вас волосы относительно натуральные, то я думаю, то, что вам понравится. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!